Привет, друзья и гости моего канала. У нас сегодня макароны. Обед. Макароны. У меня здесь болгарочка моя свежемороженая. Достала я. Вот. Макарошечки я отварила. Котлетка по-домашнему. Всем приятного аппетита. Водичка еще у меня. Ванда. Как всегда хлебну. Пока туда-сюда кружится, пить охота. У плиты так. Кошечки я своих накормила. Тоже надавала им макарошечки с подливой. У нас, друзья, ручьи. Плюс два. Куричек я на улицу выпустила. Они с удовольствием гуляют. Снег тает вовсю. Уже какой день? Вот так. Плюс два. И все тает. Вкусненько. Очень вкусненько. Аппетитно. Свеженький. Сейчас пылу с жару. А я вчера крачок в духовке сделала. Но не стал ее брать. Котлеты по-домашнему вкусные. Ну, еще не вечер. Разогрею его, покушаю. Кхе-кхе-кхе. Тепло-тепло на улице. Я вот выходила. Кофту одевала. Она теплая у меня кофта. Толстая. Толстовочку. Я вообще не замерзла. Ни куртку не одела. Ничего. Толстовку. Прям весна на улице. Ну. Вообще. Извините, с полным ртом разговариваю. Вообще мы уже не помним, когда у нас была такая зима. Снежная. У нас тысячу лет уже такой зимы не было. Как в этом году. Ну, порадовал, конечно. Порадовал зима. Очень хорошо. Еще порадует. Мы с детьми были. У нас речка. В деревне. Мышково. Мышково называется. Она как-то во впадине. Впадина как бы. Овраг такой высокий. И вот с этого оврага мы ходили, спускались, тропинка, и через речку зимой и на другой поселок ходили. Вот. А рядом мы заливали гору. Ну, в основном мальчишки заливали. Высокая такая была спуск. Но это я была маленькая. Мне казалось, что она высокая. И на самом деле, друзья, она не очень высокая. Но мне казалось, о-о-о, какая на бугор, как высоко идти. И съезжали. Я вот так стою, как сейчас помню. Съезжают мальчишки. И они еще сделали ото льда, вот лед, да, и к земле. Они еще сделали трамплин. Знаете, да? Ну, все деревенские знают. Трамплин. Ну, вы знаете, мне казалось, наверное, с полметра высоты. Едешь, едешь, а потом дух. Поняли, да? Вот так. Ну, он крутой был спуск. Я как-то боялся по нему летать. Он прям весь был залит водой. Какие шанки, господи. Что там было раньше? Картонки. Кто на картонке? Под задницу по стелью поехал. А гора была. А на реке у нас ребята уже взрослые ребята. Ну, может, десятиклассники, восьми, девятиклассники. Они там хоккейное поле расчистили. Большое было хоккейное поле. И вот они там в хоккей играли. Кольки, клюшки, шайбы. В паровозе. В паровозе. Помните, катались? Санки к друг дружке привяжем. Вагончик. Пять-шесть санков вот так. И кто-то тебе везет. Санки к санкам прицепим. А ведущий тянет нас. Да как было интересно. Боже мой, да как это было здорово. Ой, едем паровозиком. Ты что? Как это было здорово. Накатаешься. Вся в снегу. На варежках. На варежках. Вот такие глыбы. Настынет этот хлеб, хотел сказать. Снег вот этот вот поналепится. Понастынет. И вот с такими медвежьими варежками идем домой. Ой, коленки все. Это сам посотрем. Ну, я имею в виду, снегом напитает. Коленки все в снегу. Вся в снегу, как к черту делу, найдешь домой. Маме подарок несешь. Мама, давай снимай, сушить все. И никуда. Понавешиваем вот эти все пальтошки. Эти варежки. Снимай штаны. Ой, все мокрое. Но не совсем насквозь промокшее. Но уже. До тела уже дотаяла влага. Штаны мы снимали. Они аж колом стояли. Ну, правда. Как было без интернета. Все интересно. Ой. Ручеек. Колечко играли в штандр. Краски. Помните, да, краски? Я монах в синих штанах. На жопе латка. Синяя подкладка. Зачем пришел? За краской. За какой? Помните? Кто-то... Кто-то, может быть, этого и не играли в такие игры? Палача. В ручеек. Вышибало играли. Вышибало мне нравилось. Интересная игра вышибала. Двигались, двигались, бегали. Вышибало. Какая игра двигательная, да? И вот от этого мяча вывиливаешь, вывиливаешь от этого мячика. Какая в движении была игра. Спортом занимались. Это же тоже спорт своего рода. А сейчас упулимся в этот интернет. Из места никого из детей не сдвинешь. Ну, почему? Бегают дети. Мама. Поняли, да кто? Мама. Ничего тебе там жрешься, а мне не даешь. Мама. Лапочка мой. Ну, конечно, я этот кусочек котлетки, вот она осталась. Естественно, я ему отдам. Ну, что же ты, мама, мне не даешь. Вот знаете, осенью про рассаду я вспомнила. Переключилась на рассаду. Вот осенью, да, за лето до такой степени насточертеет этот огород. Не то, что огород, друзья. 47 градусов, а то 50 у нас. От пекла. И вот это вот надо без конца поливать. Но я всегда выходила поливать в 9 часов вечера. Когда уже жара спадет, солнце спадет. Сюда выходила, ну, в 8, вот так, где-то полдевятого, вот так. Вот. И поливала я всегда до 12 ночи. А комары уже начинали жрать. А вечером ночи прохладно. А днём ад. Вот до 8 вечера ад. А то и до 9. Жаращися. А до 12 ночи вот фонарик у меня вот этот, а там... Ой, телефон вот этот мой, Galaxy Samsung. А там лампочка. Фонарик с той стороны, он сильнющий, сильно светит. Ну, а вот с фонариком вот с этим поливаю. А чем я начал разговор? Думаю, господи. Да скорее бы зима, скорее бы зима. А за зиму остыну. И сейчас уже, думаю, каналы же смотрю, огороднические. Я люблю огороднические каналы. Меняю вот это вот. Петренко. Урожайный огород. Вот. Ну, в основном я Наталью Петренко смотрю. Она у меня любимица. И сейчас уже начинаю думать опять об этом огороде. Вот помидорчик посажу. Я в этом году буду сажать наш волгоградский, друзья. Супер. Вот. Он жароустойчивый. Такой вот. Для грунта. И на томаты, на пасту. 9,95. Волгоградский. Вот помидор. Он до самой осени, до самых заморозков плодоносит. Помидор хороший. Грамм 200, наверное. Ну, 180 точно. Мясистый. С него и соки, и томат. И на салат хороший. Но он с кислинкой. Не такие, как вот прям вот разрезаешь. Они прям вот как вот. Вот эти розовые, да? Как вот это бычье сердце, там другие. Они сладкие. А этот мясистый, но с кислинкой. Не сильно кислинка. С кислинкой. Но тоже вкусный. На салат тоже вкусный. Ну, у него чуть-чуть кислинка присутствует. Но он мясистый. Хороший. Я что вам говорю. На томаты, на соки идёт. На пасту. Ну, он средний, поздний. Но до самых, до самых, до самых, пока мороз не ударит. Знаете, какой урожайный? На кусту сколько много. Собираешь и собираешь, и собираешь, и собираешь. Снова цветёт. Снова зависть. Снова помидор. Вот этот красный всё поспеет. Оборвёшь. Снова цветок. Снова зависть. Снова помидор. И вот так, вот так. Плодоносит. До самого, до самого, до самого снега. Но не до снега, а до первых морозов. Хороший помидор. Мамочка тоже хорошая. Я же рассказываю. Я года четыре его сажала, мамочка. Он раскидистый, большой куст. И он дружно созревает. Он не то, что там, знаете, вот как наш Волгоградский 9,95. Он как-то, вот знаете, ну он ранний. Я не знаю, у него там 45 дней, что ли. И он начинает созревать. И он как-то, знаете, ну это вот ранний, кто первый хочет помидорчики кушать. Он ранний, потому что плодоносит рано, начинает плодоносить на салаты. Ну и знаете, он как-то вот отходит он быстро. Ну нужно сажать вот эту мамочку, а чуть попозже уже там, там мамочка, например, 45 дней, да, и начинает созревать. И потом как-то, я не знаю, может быть месяц. Я уже не помню, сколько он плодоносит, даёт плоды. Но он как-то, знаете, он дружно спеет, дружно. Отдаёт дружно вот этот урожай. Это вот хорошо большую мамочку сажать. Я вам уже скоро сто раз говорила. У кого парники, у кого теплицы. Ранний на рынок. Вот эта большая мамочка. А потом можно посадить уже продолжительностью. Больше уже дней после мамочки. Ну после мамочки вот этот Волгоградский идёт хорошо. Как раз мамочка отплодоносит. И тут уже начнёт плодоносить вот этот 95, 9,92, 2,95. Наш Волгоградский. Ммм, 5,95. 5-95. Очень хороший. А 322, о, 323, есть ещё Волгоградский, 323, картофельный, но он ранний. У него невысокие кустики, прямой. Он невысокий, но он раннеспелый. Извиняюсь, ковыряю в зубах. Непутняя. Вот. А этот поздний. В общем, вот так, друзья. Ой, 18 минут, глянь, думала на немножечко. Ну всё, друзья, спасибо, приятного аппетита, кто со мной кушал. Ну на этом пока, друзья. До следующего видео. Может быть, вечером выйду. Нет, вечером. Вечером, если выйду, значит, вернее, вечером покушаю. Это уже будет завтра ролик. Так что вот так, друзья. У нас сегодня, друзья, 3 февраля. Оповещаю вас. Сегодня ролик у меня вовремя вышел. Ну, я сейчас немножечко нагнала. Ну всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok